Фальцевая кровля, понятно, что она долговечная, будет стоять и 50 лет. Но если у вас подкладочные слои, сделанные из некачественных материалов, то хоть вы золотом покройте, все это развалится, будет течь. На этом объекте мы завершили плотницкие работы. Кровля у нас подготовлена под монтаж фальцевой кровли. Сейчас на объекте у нас появилась бригада жестянщиков, которые занимаются фальцевой кровлей. Начинается всегда укладка снизу вверх, как правило. Поэтому начинаем устройство с лобовой доски, карнизной планки, надстенного желоба и самих панелей. Начнем сначала. У нас сложная лобовая доска, каскадного типа, многоуровневая. У нас будет еще по проекту планкин из лиственницы. И как раз мы сделали отступ, он будет за эту кромку заходить. Он будет монтироваться после фасада. После многоуровневой лобовой доски, каскадной, устанавливается карнизная планка. Но перед этим нужно здесь обеспечить вентиляционный зазор. Здесь у нас есть капельник конденсата, здесь будет приток воздуха. После этого воздвигается силовая конструкция или подконструкция надстенного желоба. Эта часть дает как бы разуклон нашей системе водосточной от центра к водосточным трубам. Как эта подсистема делается? Она делается в разных вариантах, ребят. Существует множество вариантов, но в нашем случае мы будем делать из дерева. Основная доска у нас 100 на 50 строганная, закрученная саморезами. А усиливать мы будем тоже из доски. Вымерили определенный угол и она будет становиться вот так в упор. На саморезах соединять в сборе две детали. Будет являть собой силовую конструкцию водосточного желоба. Все эти вещи будут покрыты гидроизоляцией и обворачиваться металлом. И водичка будет здесь бегать. Служить это будет очень долго. Здесь у нас будет лоток водосточного желоба. Шаблон установлен специально. Мастера делают именно по этим размерам. Здесь будет из лотка вода направляться в водосточную воронку. И уходить дальше вниз по водосточной трубе в дренажную систему. Вася, туда оставь людей с завтрашнего дня или с понедельника в крайний случай, чтобы я уже видел, люди стояли и работали. У нас еще есть гараж на 400 квадратных метров. Его тоже нужно делать одновременно. И сейчас надо ставить туда параллельно бригаду. Кровищик-жестянщик – это верхняя ступень профессионализма в кровельном деле. Требуется долгое обучение, работать с мастером, смотреть его работу и учиться. Это ремесло передается как кузнечное дело от мастера к мастеру. Эту надо работу любить. И не всякому дано связать свою судьбу с этим ремеслом. Требуется специальный инструмент и так далее. Надо, чтобы человек горел этой работой. Посмотрите, нигде ни самореза, ни гвоздя не забито. Это все ручная работа. Вот этот желоб – это целая неразрывная деталь. Здесь нет никаких стыков. Шансов протечки здесь абсолютно исключены. Вода по нему будет бежать в направлении водосточной трубы. Эта длинная деталь сгибается специальным инструментом – бендером. Фальцевая кровля – это работа не заводская, не фабричная. Именно ручная работа жестянщика. Не как вот фабричная кровля, да, не как у всех. Натипная металлочерепица, черепица, штамповка. Фальцевую кровлю выбирают те, у кого есть вкус. Фальцевая кровля Прошло два месяца. На данный момент сделано практически два ската кровли. Может кто-то скажет два месяца? Наверное, много. Да нет, здесь площадь приличная, учитывая то, что был демонтаж кровли, утепление и все прочее. Много подгазительных работ, стесненные условия. Высота четыре этажа. Леса стоят. Делать надо деликатно. Вот по забору заказчика. Это уже чужие владения. Соседи, люди непростые. Все нужно делать деликатно. Мы ставили экраны, много было пыльной работы. Пыль, камни, беспокойство мы им доставлять не должны, да и никому это не хочется. Есть по уставу поселка тихий час и выходные. То есть обязательно шумные работы прекращаются. Сроки здесь сжатые, ребят. Что здесь творится? Подрядчик сидит на подрядчике. Ну посмотрите, какая тишина. Это сейчас час тишины, обеденный перерыв. Все уходят обедать. Шумные работы производить нельзя, но как только сейчас обед закончится, и сразу же, прям минута в минуту, начинается долбежка, гудение, брожение. Техника, люди. Я завез еще сюда одну бригаду. Проблема, конечно, с размещением. Ставим еще один вагончик строительный, и работа пошла. Посмотрите, что происходит внутри. Электрики, сантехники, слаботочники и кровящики все работают одновременно. Тут же только сделали коммуникации, тут же заливают стяжку. Темп очень высокий. Здесь постоянно находятся на стройке технодзор, куча проверок. И мало того, постоянное око большого брата, самого заказчика. Он должен видеть, даже если он далеко, но он должен знать и видеть, что здесь происходит в реальном времени. Вот как выглядит наш строительный городок. Из этого количества бытовок, две бытовки наши. А это общая душевая. Есть такие услуги. Можно заказать бытовку, скинувшись с подрядчиками. Потому что всем строителям нужно вечером принять душ, как минимум. Утром умыться, почистить зубы. Мастер, работник должен быть сытно кормлен, чистый, опрятен. Это культура производства и правильный подход. От этого у него будет высокая производительность и настроение. О, ребят, сейчас обед. Зайду, проведаю. Кравмонтаж здесь. Алексей, а как фальс себя ведет со снижением температуры? Да, температура сейчас понизилась до нуля, конец октября. Сейчас 26 октября. С металлом стала сложнее, конечно, работа, чем в теплое время года. Кто не знает, скажу, что металл для фальцевой кровли приобретается специальный, с мягкой добавкой. Он более податлив, мягок. С ним работать легче. Очень не люблю, знаете, когда заказчики проявляют инициативу и звонят. Вот есть работа по фальцевой кровли. Металл я уже купил. Он у меня стоит в рулонах. Зачем это ты сделал, боже мой? Нет, конечно, сделать можно из жесткого металла, но руки можно свои оставить там на этом объекте. Уважаемые заказчики, советуйтесь с профессионалами, прежде чем заниматься закупкой материалов. Сейчас моделируем, пошел лимень. Как видите, вода уходит с желоба довольно-таки быстро, не застаивается. Возможности протечь здесь абсолютно нет. Этот стык сделан через рейку. Металл под этим листом находится где-то в этой зоне. Здесь герметики, уплотнители, шансов протечь абсолютно нет. Этот лист, он цельный, без стыков. Мансардные окна мы использовали как бы старые, по желанию заказчика. Но они, в принципе, нормальные. Мы сделали им проверку. Но сопряжение делали все вручную, фальцевым способом. Есть еще штатные оклады для окон. Тоже их можно делать сопряжение, но они разные по цвету. Поэтому внешний оклад окна пришлось нам делать вручную. Такие навыки доступны только профессионалам, которые могут взять на себя риск и выполнить эту работу. Так. Ага, не нравится мне. Есть участки, где примыкание у нас к стенам. А их достаточно на этом объекте. Очень важно хочу поделиться с ребятами, которые занимаются кровлей совсем недавно. У меня в моей практике был гарантийный случай. Обратился заказчик, говорит, течет кровля. Я прихожу для оценки. Я смотрю, кровля выполнена герметично. Течет сопряжение к стене. Внешне все герметик стоит. Но не могу понять, где протечка, почему протекает. Оказывается, вот эти микрошвы, микротрещины, где не зашла затирка, и она со временем вымывается. Их тут достаточно. Бьет косой дождь по этому камню. И водичка попадает туда за камень. И уже вдоль кирпича чернового, вдоль стены течет и попадает уже за металл. Поэтому тут важно делать прорезь алмазным диском в кирпич. Я обратил внимание, есть еще сетка металлическая, фасадчики. Нужно это тоже обрезать. Сейчас скажу нашим мастерам. Они обрежут болгаркой и сделают штрабу. Заглубление на 2 сантиметра. И уже металл мы всунем туда в кирпичную стену и загерметизируем. Очень важно, чтобы какая-то остаточная вода под этим камнем, не дай бог, не попадала под наш металл. И только таким способом мы полностью исключим любые протечки. В моей практике такой случай был. У нас появился второй объект. Вот в виде гаража. Мы и там, и там. И везде. Мы везде. Здесь, ребят, был гараж, но решили к нему еще пристроить большую лаунж-зону. А внизу еще есть целое подвальное помещение. Существующую крышу мы объединим с новопоявившимися перекрытиями в одно целое. Здесь будет общая крыша мансардная на этих перекрытиях. Старая кровля была из алюминия. Весь старый алюминий мы демонтируем, складируем здесь и выбрасываем на мусор.